Всем привет! Всем привет, Адита из Канады! Добро пожаловать в мой ремонтный влог! Я хочу вам сказать, сделать такое небольшое вступление, что мой ремонт давно закончился. Ну, не давно, а закончился какое-то время назад, конечно же. Они довольно быстро с ним справились, но я держу интригу и продолжаю выкладывать какие-то кусочки, которые я снимала во время ремонта. У меня еще есть на два, по-моему, видеоматериала. Вот сегодняшний еще одну потом я выложу, наверное, через неделю, потому что я не хочу просто их выкладывать себе подряд, одно за одним, потому что не все любят это смотреть. И когда я выложила два видеоремонтных, вообще их особо никто не смотрел, и, в общем-то, как бы в просмотре пошли вниз. Но я знаю, что есть люди, которым это интересно, и тем более я снимала, тем более мне самой это интереснее был этот процесс. И мне самой интересны эти видео, поэтому я их выкладываю для тех, кто интересуется, кому это интересно. Так вот, у меня есть видео сегодняшнее, еще одно, а потом уже я покажу вам до и после, я покажу вам результат. Поэтому, если вы думаете, что вот я выкладываю эти видео, и ремонт у меня еще все длится, то нет. Я вас уверяю, что ремонт уже закончен. Он длился у нас где-то дней 10, 12, 2 недели. Я точно уже не помню, но, в общем, что-то такое. Вот, но видео я выкладываю, и, в общем-то, как бы для того, чтобы, ну, просто процесс, потому что вот так получилось, что я снимала, и я хочу, чтобы вы на это посмотрели. Приятного просмотра! Надеюсь, что я вам не очень надоела со своим ремонтом, но скоро уже, так сказать, кончится. У меня видео осталось не так много. Все. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую, бай. День четвертый, правильно, если я не ошибаюсь? Ну вот, ванна уже стоит у нас. Не в ванной, а уже стоит у нас в коридоре. Они всякую грязюку из нее вытащили, но надо будет ее помыть. Я, честно говоря, до того, как они ушли, ребята, где-то, ну, час назад подходила сюда, здесь такой был бардак. Здесь было все забалено какими-то трубами, какими-то вообще неизвестно чем. Я думаю, боже, боже, становится все хуже и хуже, но они все-все убрали. Вот видите, вот здесь вот. Теперь, что касается самой ванны, то в самой ванне. Ну, в общем, все, что валялось там, они принесли это сюда, и все становится все хуже и хуже. Единственное, что сегодня сделали они, ну, это не единственное, они много чего сделали, просто этого не видно. Видите, вот этот вот кран, это будет кран, который будет стоять возле ванны. То есть, вот здесь вот будет вот так вот, вот так вот будет стоять ванна, под углом к окнам. Ой, какой свет, не мешает. И вот такой будет стоять краник. Отдельно, видите, такой стоящий на полу. Это такой, такой фасон. Ну, и тут они сделали проводку для душа. Здесь сток для душа. В общем, неинтересно, ничего интересного, ничего такого красивого экрана. И вот эта вот штука вот здесь вот сделана специально для того, чтобы сюда установить ванну и сток, специальный дрейн-сток для ванны. И это была целая история. Оказалось, что его надо купить, специально заказывать. А сейчас купить ничего невозможно. Значит, пришлось заказывать онлайн. И потом забирать в магазине. А это не так все просто у нас сейчас. Я вам сейчас поставлю видео, как я поехала за ним забирать, как это у нас сейчас происходит. Сейчас покажу вам то, что вы никогда, наверное, не видели. Как мы покупаем вещи в закрытых магазинах. Вот этот магазин называется The Home Depot. Это магазин, который продает все для дома, как для ремонта, так и всякие там краска, краны, плитка и так далее. Я заказала одну штуку для моей ванны, которую мне нужно купить. Заказала ее онлайн у них с тем, что я ее заберу в магазине. Но я зайти в магазин не могу. Сейчас я покажу вам, как делать. Это называется Carbside Pickup. Выражение, которое я никогда не слышала до того, как случился COVID. Это означает, что вы можете что-то заказать, и вам в магазине, вы не должны идти в магазин, а вы можете подъехать к магазину, и вам это вынесут, то, что вы заказали. Сейчас покажу, как это делать. Я приехала на стоянку специально. Видите, написано Carbside Pickup, номер паркинга 27. И написано, дайте нам знать, когда вы приедете. И они мне прислали им-милл, что мой заказ готов. И вот здесь написано, что в им-милле я должна нажать на кнопку I'm here, что означает, я здесь. И потом они меня перекидывают на их веб-сайт. И там я должна написать номер столбика, вот этот, у которого я стою. В данном случае номер 27. И мой цвет машины, мою марку машины. И они мне принесут мой заказ. Вот так вот сейчас это происходит. Все, сижу, жду. Записала им номер, написала им номер, написала, что я тут. Дядечка на Тесле грузит что-то в свой багажник. Видите, вот это ему привезли. Нет, я не думаю. Хотя вот он тоже стоит на этом пикап-паркинге. Не знаю. Вроде не похож никто из них на работника магазина. Потому что работники магазина приходят в специальной одежде. Ну, будем ждать. Это уже не первое, что я так покупаю. Я так покупала краны. И это уже как бы я знаю, как это делать. Первый раз я приехала сюда и думала, боже мой, что делать? Куда бежать? К обходу, прийти им, сказать, что я тут. А потом я увидела, что есть вот эта вот, вот такая вот система с этими паркингами. Девочки! Мы никогда не забудем это время. Никогда. Тесла уехала. Тесла уезжает. Машинка мечты. Ну, кстати, не такой уж и неосуществимый. Я, может быть, потом вам расскажу, что, в принципе, тем, кто ездит очень далеко, а вот, например, мой муж на работу ездит очень далеко, и мы тратим бешеные деньги, бешеные просто на бензин, то вот для таких, как мы, машина Тесла, в принципе, не является такой уж недоступной по той же причине, что те деньги, которые мы тратим на бензин, если мы немножечко добавим, добавим, то мы, в принципе, можем купить Теслу. Ну, это другая история. Так, приехала другая машина, а моего заказа все нет и нет. Продолжаем ждать. Они ходят. Вот эти ребята в жилетах. Это, собственно, те, кто те, кто приносят товар вот тем, кто стоит и ждет своих, свои вещи. Вот, может, этот дядечка идет ко мне? Возможно. Нет, не идет ко мне. Ждем дальше. Вот видите, в оранжевых жилетиках бегают. Это тоже бежит назад. Девочка понесла что-то. Вот дядечка бежит в магазин. Кто-нибудь из них сейчас мне принесет. Нет, нет. Он прожил мимо к соседней машине. Все еще не мой продавец. Окей, ждем дальше. Тут таких ждунов вот много. Посмотрите, видите, стоят. Все ждут. Вот он, мой дядечка. Я его дождалась. Но, как всегда, когда мне нужно было снимать, мой телефон был занят. Мне кто-то позвонил, и я не смогла снять процесс, как он ко мне подошел. Вот он мне принес мою штуку. Это какая-то фигня, которая нужна для ванны, для того, чтобы хорошо работал слив. Ну, в общем, это уже неинтересно. Вот такая вот история у нас. Я надеюсь, что вам это было интересно, потому что я не думаю, что везде, что можно такое где-то еще увидеть, кроме как у нас в Антарио, в нашей прекрасной Канаде. Увлекшись процессом съемки и ожидания, я забыла, что мне не принесли мой рисит. Теперь я должна бегать, кого-то ловить, чтобы мне принесли рисит. Безголовая, я балдаст. Сама растяпа, блин, виновата. Прождала полчаса свой заказ, и теперь буду создать свой рисит, свой чек. Все, принесли мне рисит. Теперь у меня полный комплект. В общем, вот такой процесс, вот такая процедура. В интересное время живем, товарищи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...